есть еще один у меня вопрос не по теме по поводу вот 30 мая 2021 года съезд поворот калмыцкого народа прошел на нем обсуждалось то что астраханская область как-то незаконно что ли была причислена отделена а то это от калмыков от калмыцкой территории что это провокация очередной наезд на основном нам не хватает видимо как сказать оппонентов как вы думаете что это было но вы наверное говорите по тому вопросу что сейчас такая но это скорее всего как пробный шар такой по поводу укропнения регионов и здесь значит по логике такой пытаются обосновать укропнение региона на нижней волге с помощью объединения астраханской области с республикой калмыки и при этом на этом значит съезде да действительно звучали речь о том что до 43 года до депортации калмыков значит некоторые территории западных районах астраханской области входили тогда в калмыцкой асср и они после как его реабилитации калмыков 57 году и восстановление калмыцкой асср так и остались составе астраханской области то есть калмыки были не возвращены да ну что сказать по поводу мнение например нагайцев которые живут в астраханской области а в частности в целом мнение народа на народов жителей вернее астраханской области по отношению к данному событию думаю именно которое произошло вот 30 мая до 21 думаю что жители астраханской области даже и не заметили наверное или не обратили внимание на эти популистские заявления ведь у всех у нас своих социальных проблем хватает возможно такие планы объединения регионов и существуют как я уже да полагал мне об этом правда ничего не толком не известно я просто вот говорю так скажем на уровне таких новых слухов там как его гипотез и так далее ну а что касается вообще в частности моего 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 точки зрения по поводу вообще таких процесс если они будут происходить дальнейшем да ну как ни странно звучит я бы поддержал бы эти предложения наших соседей даже пошел бы немножко дальше в этом вопросе и присоединил бы к такому вот объединенному региону да значит нижнего поволжья и республик калунки еще задыхающийся от перенаселения часть северного кавказа ну частности например тот регион который исторически называется ногайская степь ногайская степь ногайский район это он административные в плане у него границы определены ногайская степь понятие она намного шире она включает в себя не только ногайский район почему что это дает да первое это объединение вот этих регионов то есть астраханской области калмыки и вот равнинной части северного вот этого кавказа на гайской степи она благотворно сказалось бы на экономической и демографической обстановке сразу всех трех регионов во всех трех регионов потом а демографическая теснота вторую демографическая теснота северного кавказа значит нашла бы свое такое логическое расширение третье объединение произошло бы объединение ногаев трех регионов это ногайцы значит ногайской степи да далее это утары калмыки ну и все четыре группы ногайцев которые живут на нижней волге юртовцы карагаши тоже те желтары проживает в лиманском районе и на риманском районе да и кундровцы то есть они бы объединились бы в границах одного региона что тоже было бы таким большим плюсом для нас в частности еще что ну и для этого существует принципе историческое обоснование если смотреть немножко дальше событий которым апеллируют наши соседи да а именно к событиям там 15 16 14 веков то это ведь территория в свое время входило состав астраханского ханства я имею ввиду территорию нижней волги калмыкии равнины дагестан это было все составе астраханского ханства прямыми наследниками которого как раз являются в частности вот юртовские ногайцы жители я имею а также входило и в состав ногайской орды но еще так скажем в пользу данного процесса можно так скажем привести такие доводы как то что вот некоторые тому федеральные службы российской федерации уже действует в рамках например объединения астраханской области и республики калмыки например федеральная миграционная служба м с таможенная служба они как бы едины для этих двух регионов поэтому ничего такого страшного предусвидительного я не вижу я наоборот высказал плюсы даже в таком более таком укропненном регионе честно говоря неожиданные у вас выводы получается команда канала за онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков большое спасибо благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео с уважением максим цеденов